В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О главных событиях этого дня вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании Вот некоторые темы выпуска. Обрушение гаража в полянах унесло жизнь женщины. На начальника управления транспорта завели уголовное дело. Рязань разрушается, асфальт уходит из-под ног, падают столбы. Что дальше? Шире, глубже, длиннее. Рязанские ямы влетают автолюбителям в копейку. У рязанцев есть уникальная возможность познакомиться с творчеством всемирно известного бельгийского художника. Утром 4 июля в селе Поляна обрушился гараж. По предварительной версии причиной послужил взрыв бытового газа. К сожалению, без жертв не обошлось. С утра на месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и следственного комитета. Побывала там и наша съемочная группа. Валерий Седов подробнее расскажет о причинах и последствиях трагедии. Утро 4 июля в селе Поляна Рязанской области обернулось настоящей трагедией. По сообщениям очевидцев, в 8 часов на улице Советской прогремел взрыв такой мощности, что стекла близлежащих домов едва не выбило. Крыши дрожали, а стены в домах шатались. Припуганные местные жители вышли на улицу. Екатерина Гавриловна утверждает, что не было видно ни огня, ни дыма. А с другого конца улицы ей позвонил маленький мальчик, родители которого ушли на работу. От страшного звука ребенок спрятался под стол. Когда она вышла на центр улицы, то увидела рухнувший гараж. Жители соседних домов уже собрались и помогали хозяину разбирать завалы. Еще ходил туда, слазает, туда старается что-то. Жена, говорит, женщина там, говорит, жена у него там, райка там. Жена там, говорит, застряла. Потом девочку. Она на руки взяла, девочка вышла оттуда. Ой. По сообщениям очевидцев, в момент взрыва в гараже находилась семья из трех человек. Отец, мать и их маленькая дочь. К моменту приезда нашей съемочной группы мужчину и девочку уже увезла скорая помощь. Мать, к сожалению, скончалась. По рассказам соседей, когда они разбирали завалы, женщина была еще жива. И они же ответили на главный вопрос. Почему семья оказалась в гараже в момент взрыва? Вот они достроят дом. Там отделка идет. А жили пока в гараже. Он такой. Со вторым этажом. С надстройщиком. Предварительную причину обрушения гаража назвал начальник отдела ГОИЧС Рязанского района Андрей Недельский. По его словам, это был взрыв баллонного бытового газа. Мы будем следить за развитием событий. Каждый день город преподносит нам новые сюрпризы. К сожалению, не самые приятные. Не успели мы смириться с провалами асфальтового покрытия, как рядом со зданием областного суда рухнул столб. Подробнее об этом происшествии расскажет Алена Куколева. И пока все внимание приковано к ремонту провалов на дороге на Кремлевском валу, и автомобилисты терпеливо передвигаются по заторможенному пробками центру. Очередная беда сегодня случилась у здания областного суда. В час пик вторника движение по центру города вновь оказалось парализовано. На этот раз всему виной столб, который упал прямо напротив здания правительства. По предварительным версиям, столб контактной сети буквально лопнул и практически повис над проезжей частью. Как сообщили рабочие, столб обрушился из-за старости. На восстановление контактной сети потребовалось несколько часов. По словам очевидцев, троллейбусные провода потянули сломанную часть конструкции за собой. Аварию ликвидировали сразу несколько бригад аварийной службы. Тем временем скорость потока движения от театра драмы до улицы Соборной составляла не более двух километров в час. В отношении начальника управления транспортом администрации города Рязани Андрея Коплинского возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил сайт Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Уголовное дело по части 1 статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено Следственным комитетом по поступившим из прокуратуры материалам. Андрей Коплинский подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По данным следствия, начальник управления транспорта, используя свое служебное положение в нарушении требований действующего законодательства, умышленно не выдал четырем организациям и трем индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа автобусами по городским маршрутам регулярного сообщения без бюджетных ассигнований, карты данных маршрутов из-за нежелания субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении перевозок выполнить его требования по оборудованию транспортных средств терминалами автоматизированной системы оплаты проезда. Таким образом, действия Андрея Коплинского создали препятствия для осуществления гражданами предпринимательской деятельности и повлекли ограничения их прав и законных интересов. Также чиновник выдвигал и другие незаконные требования, касающиеся выделения транспортных средств и заключения договоров с другими юридическими лицами, что также является незаконным вмешательством в деятельность предпринимателей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В среду на Славянском проспекте сразу три автомобиля остались без колес. На затопленной после дождя дороге водители не увидели яму и друг за другом угодили в западню. В результате ДТП у всех автомобилей погнулись диски и лопнули колеса на правой стороне. Подробности в репортаже Галины Ершовой. У меня в руках боевые трофеи. Все диски разные, но история у них одна. Поломка произошла благодаря этой яме. Более двух с половиной метров в длину, 20 сантиметров в глубину и ширину. Несмотря на то, что внешняя яма на Славянском проспекте выглядит безопасно, водители должны сохранять бдительность. Попадая сюда, колесо автомобиля оказывается зажатым в капкане острых краев асфальта. Результат – поломанные диски и пробитые шины. Здесь, скорее всего, дорогу ремонтировали в прошлом году, перекладывали, наверное, трубы. И вот как раз на стыке основного полотна и того, что был произведен потом ремонт, где раскопали, вот произошло размытие. Стоит отметить, что Славянский проспект традиционно не балует водителей хорошим асфальтом. Здесь уже образовались огромные колеи, а после дождей дорога и вовсе уплывает из-под колес. Во время ливня, который прошел 3 июля, в беду попали более 8 автомобилей. Тут на дороге бурунчики были. Я думал, что пропускаю яму между колес. Оказалось, что это не она была. Яма оказалась у меня как раз под колесами. А так как мы ехали друг за другом, в принципе, если машина впереди едет, то значит все хорошо, на ощупь. Потому что здесь от бордюра до бордюра была сплошная вода. Асфальта не было видно. Удар был очень сильный, хотя ехал меньше 30 километров, наверное. Но удар был сильный. Потому что кто же знал, что на такую глубину попадет колесо. Из-за поломки Дмитрию Гусеву пришлось потратить первый день отпуска не на летний загар, а на замену сразу двух колес. Однако это только видимые повреждения. Водители боятся, что настоящие проблемы откроются только в автосервисе, когда специалисты обнаружат скрытые дефекты. За этот участок дороги отвечает дирекция по благоустройству города. Пока их комментарий нашей съемочной группе получить не удалось. Мы следим за ситуацией и будем держать вас в курсе событий. Сделал дело, гуляй смело. К сожалению, смысл этой русской пословицы понятен не всем. Во дворе дома 5А по улице Халтурина на месте ремонта теплосети осталась огромная яма, которую не спешат заделывать. Ремонтировали, ремонтировали и, наконец, отремонтировали. Правда, не до конца. Месяц назад после ремонта теплотрассы за домом 5А по улице Халтурина рабочие оставили незаделанные ямы после проведенных работ. И все бы ничего. Но жильцы первых этажей стали жаловаться на постоянную сырость в квартирах. Я посмотрела, думаю, что-то у меня потолки-то все вспучили. В окно глянь, он тут работает, копает. И как прорвет, все к нам в подвал. Все построили трубу, и все к нам в дом. Я обращалась в теплосеть буквально в пятницу, 30 июня. Мне сказали, что ордер еще открыт, плиты не привезут никак. Ну, как бы вот так. Я все узнаю, диспетчер сказал. На этом все дело опять встало. Яма существенно осложнила жизнь проживающим в этом районе автомобилистам. Чтобы объехать котлован, каждый раз приходится заезжать на бордюр. Для многих машин такой маневр может закончиться печально. И это далеко не единственная проблема, на которую жалуются жильцы дома 5А по улице Халтурина. После ремонта теплотрассы яму так и не заделали. И вся вода после дождей уходит прямо под здание жилого дома. Ничем хорошим это закончиться не может. Аналогичную ситуацию наша телекомпания уже освещала. Точно такую же яму рабочие оставили после ремонта труб теплоснабжения на улице Ломоносова, дом 9, корпус 1. И ремонт также проводился месяц назад. Мы отправили запрос в администрацию города с просьбой помочь местным жителям и разобраться в сложившейся ситуации. Но пока власти ищут ответственных, а мы ждем ответ на наш запрос, ямы, по всей видимости, так и останутся незаделанными. В любом случае мы будем следить за развитием событий. В понедельник вечером на 187-м километре дороги М5 Урал произошла серьезная авария, в результате которой один человек погиб, а еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Подробности происшествия в следующем материале. Около 10 часов вечера 3 июля 36-летний водитель Audi 100, двигаясь со стороны Москвы по южной окружной дороге, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 32-летнего водителя. В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Его пассажирка, 33-летняя женщина, с травмами была госпитализирована в больницу. На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Еще одна авария произошла во вторник утром. И хотя официальных данных пока нет, в группе «Дороги Рязани ВКонтакте» появилось видео. Судя по ролику, водитель Митсубиси, который двигался со стороны путепровода в Приокском и совершал поворот на московское шоссе в сторону центра города, не справился с управлением. Автомобиль занесло и он чуть не попал под колеса бетонной мешалки. К другим темам. В этом году лето пока не балуют жителей средней полосы знойными деньками. Загорать и купаться осмеливаются лишь самые закаленные. Но существуют и другие летние радости, которых никто не отменял. Например, грибы и ягоды. Чтобы полакомиться дарами июля, можно либо самостоятельно отправиться в лес, либо приобрести все это на рынке. Тихой охотой давно называют походы за грибами и ягодами. Вроде на охоту не очень похоже. Копошится человек в тишине леса часами, собирает лесные деликатесы. Но к вечерней электричке сходятся десятки ягодников. И выясняется, что вот один набрал за день пятилитровую корзину, другой – десятилитровую. А пара – муж и жена. За два дня хорошей погоды набрали по 10 литров черники, брусники и малины. Насчет малины лесной тоже в этом году не будет. Вот сейчас поехали еще за луговой. Ну не знаю, ни белых, ни осиных, никаких грибов тоже нет. Так что можно сказать, что в цене она в этом году. И грибы, и ягоды все будут в цене. Настоящая лесная ягода, которая растет и в пределах города, и в области, оказывается дороже, чем тропические фрукты – бананы, манго, фейхоа. Например, пол-литра лесной земляники, примерно 300 граммов, стоит 200-300 рублей. Черника обычно чуть дешевле – 150-200 рублей за килограмм. Однако не в этом году. Я собираюсь вот эту лесу в клубнику. Это огромный труд. Не жалко потом продавать. А что же делать за квартиру, когда за газ платить нечем? Лесная земляника – своеобразный деликатес на прилавках. Маленькие ягоды, запах которых чувствуются за несколько десятков метров, идут на расхват. Ягода появилась в продаже на прошлой неделе. Продавцы уверяют – земляника своя, местная, собранная в пригороде. Это определенные места. Сейчас самые массовые идут в Федотчево, Спасском районе. Их полно пошли, много их уже. А вот не во всех районах. Раньше его собирали. Тут в Дубровичах, там в Мурмино. А сейчас только самое место лучшее – это в Федотчево, Спасском районе. Земляника – ягода, стоящая на первом месте из всех по содержанию железа, витамина Е, фолиевые кислоты и кальция. Ягоды земляники полезны, поскольку содержат микроэлементы сахара, пектина, кислоты, клетчатку, витамины и эфирные масла. Они не только улучшают аппетит, но и способствуют нормализации пищеварения. Ягоды земляники помогают восстанавливать силы, помогают при малокровии. Земляника обладает противоаллергенными свойствами, нормализует обмен веществ. Благодаря свойствам земляники из организма выводятся токсины и холестерин. Черника – тоже целебная ягода. В ней содержится множество витаминов и минералов. Она тонизирует и стимулирует обменные процессы. Обладает крововосстанавливающим, противовоспалительным, противоспазматическим, болеутоляющим действием. Черники в этом году вообще мало. Я вам вот тут даже могу показать. Раньше в том году, как ходили, собирали. Прямо с одного куста стояли на одном месте, собирали половищем кучами. А в этом году ходите, прям по каждому кустику собирать. Черник нет вообще в этом году. Черника способна мощно противодействовать старению, даже омолаживать организм. Употребление черники улучшает кровоснабжение сетчатки глаза. Предполагается, что всего полстакана черники в день могут предотвращать болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Экстракт черники показал способность укреплять стенки сосудов. Черника может снижать холестерин крови не хуже некоторых лекарств и быть мощным оружием в борьбе с болезнями сердца. Немало пользы и от любимых многими грибов – лисичек. Самый хороший способ – его посушить. Вот мне в тот раз врач сказал, я его попробовала, как вот уже второй год я его пробую. Вот вы их посушили, прямо через блендер, или хотите толкнушкой там помять хорошо. На кончике ножа очень полезно для желудка, я слышала. Вот пробовали, мне очень нравится. Вот когда изжога, вот тошнота, боли в животе. Дикие ягоды – щедрые дары природы. Разнообразие ароматов, вкусов и цвета. В наше время любые ягоды можно купить в магазине в любое время года. Однако вкус и аромат у них совсем не тот, что только что сорваны лесные ягоды. На вокзалах Рязани обновилась система оповещения для пассажиров. Современные электронные табло и голосовые объявления, громкоговорящие связи теперь работают в автоматическом режиме и получают оперативные данные из единого центра. Сейчас началась та самая горячая пора, когда люди устремляются в отпуска, зачастую выбирая для путешествий железнодорожный транспорт. И сейчас, как никогда, важно не опоздать. Именно для этого на двух вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 внедрили новую систему информирования. Современные электронные табло и голосовые объявления, громкоговорящие связи теперь работают в автоматическом режиме и получают оперативные данные из единого центра. Таким образом, сообщения о графике движения поездов, об изменениях в расписании номерах платформ, прибытие и отправлении поступают пассажирам в два раза быстрее. Те, кто часто пользуется железнодорожным транспортом, нововведения уже оценили. И даже жители Рязани и гости города, которые вокзалы посещают редко, отметили удобство новой системы. Удобно. Как-то да, поудобнее, мне кажется, стало. Почетче говорят, опять же, своевременно. В общем, мне все нравится. Мне вот видно на табло абсолютно четко, понятно, когда приходит, на какой путь, когда уходит. Уважаемые пассажиры, прибыльный электропоезд, сообщение Рязани, 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 Сасово, отправится в 14 часов 38 минут из тупика, платформа номер один. Аудиообъявления записаны диктором заранее таким образом, что сообщения составляются автоматически и оперативно выводятся по громкоговорящей связи. Также централизованно транслируются и визуальные сообщения, работающие в автоматическом режиме. Так что теперь вы точно не опоздаете на свой поезд. У рязанцев есть уникальная возможность познакомиться с творчеством всемирно известного бельгийского художника Рене Магрита. В художественном музее продолжает свою работу выставка графики, на которой представлено 48 шедевров знаменитого сюрреалиста из частных собраний Европы. Необычную и весьма странную иллюстрацию в эти дни наблюдают рязанцы по всему городу. А между тем, это автопортрет известного бельгийского сюрреалиста Рене Магрита. Остальные работы всемирно известного художника в эти дни можно увидеть в областном художественном музее. Сегодня этот образ эксплуатируют все. От поклонников продукции известной марки смартфонов, заменяющих незнакомцев фигуры Стива Джобса, до рекламодателей в рекламной компании Volkswagen сразу несколько аллюзий на Магрита. Тем временем, сын человеческий. Такое название у этой картины – одна из самых известных работ автора. Почему лицо закрыто яблоком? Цель Магрита, по его собственному признанию – заставить зрителя задуматься. Из-за этого картины художника часто напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия. Ну вот в том-то и особенности отличия художника, что он пытался показать свой внутренний мир, отталкиваясь от идей, которые были заложены философами, психоаналитиками начала XX века, в том числе Фрейд, теория бессознательного, теория сновидений. То есть каждая картина – это окно в мир, индивидуальный, неповторимый мир художника. Он дает какой-то посыл зрителю, и зритель может соглашаться, может не соглашаться, но он может создавать, опять же, свою трактовку увиденного. Обычные повседневные образы – деревья, окна, двери, фрукты, фигуры людей. Однако его картины не менее абсурдны и загадочны, чем работы других представителей сюрреализма. Не создавая фантастических предметов из глубин подсознания, бельгийский художник небанально сочетал банальные вещи. Искусствоведы и ценители до сих пор предлагают все новые трактовки его картин и их поэтичных названий. Вероломство образа – такое название носит сегодняшняя выставка. Это картина-знак, это какая-то неожиданная развязка, может быть, чисто философской трактовки. Это не трубка переводится, текст с французского. И действительно, сам Магрид говорил, но если кто-то скажет, что это трубка, то он будет не прав. Потому что действительно здесь лишь изображение. И вот как разгадать эту загадку, как можно изобразить предмет и в то же время наделить его какими-то качествами, которые в воображении зрителя выстраивают целую какую-то картину мироздания. Небо с плывущими по нему облаками. Настолько повседневный и употребляемый образ, что сделать его визитной карточкой какого-то конкретного художника кажется невозможным. Однако небо Магридта нельзя перепутать с чьим-то другим. На его картинах оно оказывается отраженным в причудливых зеркалах и огромных глазах, наполняет контуры птиц и вместе с линией горизонта из пейзажа незаметно переходит на мольберт. И всегда с загадкой, которую в эти дни могут попробовать разгадать рязанцы. Выставка пробудет в областном художественном музее до 23 июля. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Мы же прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом